Добрый день дорогие зрители моего канала. Сегодня я хочу показать небольшой анализ того, сколько денег мы тратим на кофе. Здесь представлены разные виды кофе. Растворимый, молотый, по разным ценам. Масса кофе в упаковке и расчет того, сколько стоит одна порция кофе, если вы пьете его дома. Я учитываю то, что одна чайная ложка с горкой весит 3 грамма для растворимого кофе и 6 граммов для молотого кофе. Давайте рассмотрим вариант, в котором мы добавляем в кружку 2 чайные ложки кофе. Отлично. Давайте начнем с растворимого. Например, мы покупаем пачку кофе, которая весит 190 грамм по цене 4 доллара 40 центов. Вполне реальная цена, я посмотрел ее в интернете. Одна порция будет стоить примерно 14 центов. Это обойдется вам 51 доллара в год и за 20 лет вы потратите 1024 доллара. Если вы покупаете растворимый кофе и упаковка весит 95 граммов, а не 190, как в первом варианте, тогда вы потратите 61 доллар в год, то есть на 10 долларов больше. Ну, 10 долларов это небольшие деньги, но если экономить 10 долларов в год с каждого продукта, который вы употребляете, можно вполне собрать 100-200 долларов в год, а на эти деньги вы можете обновить свой телефон или что-то из гардероба. Ну, почему нет и зачем платить больше? Поэтому, если вы покупаете растворимый кофе, не покупаете те упаковки, которые весят 95 граммов. Покупаете упаковку, которая весит нам 190. Это позволит вам сэкономить определенное количество денег в год. Теперь давайте посмотрим, сколько это будет стоить за 20 лет. Ну, 1229 долларов. 220 долларов, примерно 200 долларов вы экономите здесь. Это тоже неплохо. Молотый, дешевый кофе, будет стоить 63 доллара в год. Разница небольшая между молотым и растворимым, но все равно растворимый выйдет дешевле, если покупать упаковку, которая весит 190 грамм. Молотый по средней цене обойдется в 104 доллара в год и молотый дорогой обойдется в 516 долларов в год. Посмотрите, какая большая разница между 100% арабикой, которая стоит 25-26 долларов за упаковку, в которой 220 грамм. За такой кофе вы отдадите 516 долларов в год. Разница 516 и 50, то есть в 10 раз дешевле пить растворимый кофе, дешевый растворимый кофе в 10 раз дешевле, чем пить дорогую 100% арабику. И за 10 лет на дорогую 100% арабику вы потратите 10300 долларов, что довольно большие деньги. Поэтому, если вы большой любитель 100% молотой арабики, задумайтесь над этим. Может быть не стоит так много денег тратить ради какого-то напитка. Теперь рассмотрим вариант, когда я добавляю в кружку не 2 чайные ложки, а 1 чайную ложку кофе. Конечно же, стоимость этого напитка упадет в 2 раза, потому что вы используете в 2 раза меньше кофе. И здесь вы уже тратите не 50 долларов в год на дешевый растворимый кофе, а 25 долларов. И цены остальных видов кофе, соответственно, снижаются в 2 раза. Поэтому, если вы каждый день любите кофе, просто потому что вам нравится вкус этого напитка, попробуйте сократить порцию в 2 раза. Это позволит вам сэкономить, ну, хотя бы 25 долларов в год, если вы пьете дешевый кофе. И примерно 250 долларов в год, если вы пьете 100% дорогую арабику. Опять-таки, это небольшие деньги, но если с каждого продукта вы будете экономить такую сумму, то в год накапает столько, что вы сможете это потратить с исключительной пользой для себя. А теперь давайте посмотрим, сколько мы будем тратить денег, если мы будем каждый день ходить в какую-то кофейню и покупать себе кружку американу или латте. Давайте сделаем расчет. Вот, посмотрите, пожалуйста, на эти простые расчеты. Цена кружки кофе в кофейне примерно стоит 3 доллара 30 центов. Я исхожу из тех цен, которые есть в городе, в котором я живу, да? В моем городе такие цены. Отлично. В год я потрачу, умножаем эту цифру на 365. 1216 долларов я просто на кофе потрачу. И за 20 лет это будет стоить мне 24300 долларов. Ребята, любители ходить в кофейне каждый день по утрам и выпивать чашку кофе. За 20 лет это вам будет стоить 24000 долларов. А на такие деньги можно купить машину. Поэтому, принимая во внимание эту таблицу, все эти расчеты, Попробуйте рассчитать и подумать, Нужно ли вообще столько денег тратить на этот напиток. Хорошо. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, оставляйте комментарий. Я попробую сделать подобные расчеты и для других продуктов, которые мы употребляем каждый день. Конечно, экономить, я не говорю, что нужно экономить на всем, но если я могу за 20 лет сэкономить 24000 долларов, почему бы мне этого не сделать, если ради этого мне просто нужно не ходить в дорогую кофейню каждый день. Спасибо за внимание.